здравствуйте мы начинаем новую программу цикла золотые лекции и сегодня с вами буду я мария равинская преподаватель высшей школы экономики лингвист член орфографической комиссии российской академии наук тема сегодняшняя феминитивы и так что такое феминитив это лингвистический термин который обозначает существительное женского рода человека женского пола вернее его место жительства социальный статус или род занятий тема феминитивов последний наверное год очень активно обсуждается всем русскоговорящим обществом это уникальный случай на самом деле потому что впервые но на нашей памяти у специалистов лингвистов узкий релингвистический термин стал не только общеупотребительным резко но он стал предметом обсуждения яростных я бы сказала дискуссий общественных почему это происходит каковы причины для такого активного обсуждения именно этой довольно локальной темы мы сегодня и поговорим но начнем мы именно с лингвистических аспектов что такое феминитив как он образуется какие они бывают русском языке и так далее так далее как я уже сказала феминитив хотя само слово феминитив это слово мужского рода но феминитивы это слова женского рода и надо сказать что правильный лингвистический термин на самом деле звучит феминатив но ему не повезло потому что как только он попал за пределы за границы лингвистической науки он тот же поменялся под влиянием конечно таких слов как феминизм феминистка феминистское движение так далее так далее стал феминитивом так вот эти слова образуются как правило не всегда в русском языке от слов мужского рода обозначающих человека мужского пола его опять же профессию социальный статус род деятельности или место жительства ну москвич москвичка программист программистка журналист журналистка режиссер сейчас вдруг появилась режиссерка вот то о чем мы будем говорить и так далее почему вдруг именно сейчас мы стали это обсуждать этому есть несколько причин во первых тема общественного обсуждения стала и все более становится все более востребованной темы равноправия в том числе и гендерное равноправие то есть равноправие мужчин и женщин в разных областях и возникла такая идея что это равноправие которого мы добиваемся в обществе должно симметрично отражаться в языке и для того чтобы эта симметрия возникла мы должны ну не скажу насильно и искусственно тоже не очень хорошее слово но сознательно это равноправие в язык внедрять и если у нас для чего-то нету слов если язык нам естественной естественной ситуации не дает способов обозначить например мужчину и женщину симметрично одинаково то мы должны этот способ придумать и внедрить вот такая идея и вторая мысль которую последовательно продвигают сторонники феминитилов в общем тоже имеет под собой некоторые основания заключается в том что чем больше мы о чем-то говорим тем это то о чем мы говорим становится более видимым и потом более значимым если мы не говорим о женщинах каких-то профессиях то эти женщины в этих профессиях становятся как бы не видны то есть они язык не показывает нам что они существуют конечно в этом зерно правда есть потому что огромное количество подавляющее большинство профессий все-таки изначально названы словами мужского рода и от них уже от некоторых не от всех образуются феминитивы то есть слова женского рода обозначающие женщин в этом есть социальная проблема и многие особенно радикальные феминистки видят в этом социальную задачу но мы должны учитывать то что нам говорит язык а язык с нами поступает не совсем справедливо я имею в виду женщинами и конечно совершенно не симметрично у нас есть в русском языке обозначение людей по месту жительства этот как раз нет никакой проблемы есть абсолютная симметрия мы не назовем жителя например санкт-петербурга если этот житель санкт-петербурга женщина санкт-петербуржцем легко скажем санкт-петербурженка или как-то еще есть варианты у нас есть сложные наименования жителей городов вот от слова архангельск житель города архангельск называется как многие знают но многие и не знают архангелогородец и соответственно жительница будет называться архангелогородка и так как мы видим нет проблемы в обозначении места жительства человека и мужского и женского пола но возникают в русском языке во всяком случае проблемы при обозначении женщин по роду деятельности и профессии здесь у нас царит сплошной патриархат абсолютный тотальный подавляющее большинство слов обозначающих профессию или какую-то деятельность изначально слова мужского рода понятно почему так сложилось понятно исторические причины не будем в них сейчас углубляться посмотрим что происходит в современном русском языке в современном русском языке мы от этих слов декан руководитель министр президент нотариус астроном любую область возьмите вот оно засилие слов мужского рода от них мы можем образовать от некоторых из них не от всех можем образовать феминитив это может быть официальный общепринятый стилистический нейтральный феминитив например журналист журналистка актер актриса футболист футболистка поэт поэт поэтесса нет проблем есть слова мужского рода от которых образуются так называемые разговорные феминитивы этот русский язык и русскоговорящие склонны так называемому словотворчеству и вообще к словообразованию такие феминитивы образуются массово их огромное количество и они живут нашем языке очень-очень давно то есть такого рода словообразование не новость для нас это не сейчас возникшие явления авторша иллюстраторша редактор редакторша повар повариха пожалуйста нет проблем но от некоторых слов феминитив не образуется вообще ну во всяком случае до недавнего времени про это и не думали от слов типа нотариус например или астроном или политик или президент или министр вроде бы не принято образовывать новые слова со значением женщина да то есть женщина которая занимается такой деятельностью тоже понятно почему вернемся к скучному сначала поговорим чуть-чуть о грамматике почему возникают такие проблемы в русском языке каковы их лингвистические причины как вы наверное помните я надеюсь из начальной школы курса русского языка начальной школы в русском языке есть три рода усуществительного мужской женский и средний средний нас сейчас совсем не интересует а мужской и женский интересовать будут как правило слова женского рода обозначают если мы говорим о людях то женщина обозначается словами женского рода мужчина обозначаются словами мужского рода еще существительных в русском языке есть такое свойство как склонение существительные изменяются по падежам приобретают некоторые окончания в этом изменении по падежам существует три склонения первое второе третье вот первое нам сейчас особенно интересно потому что в первом склонении встречаются и существительные мужского рода и существительные женского ну например папа существительные мужского рода заканчивается на а мама женского до дядя мужского тетя женского дедушка бабушка и так далее вот есть такой тип склонения такой тип слов которые заканчиваются на а я которые могут быть и словами мужского рода и словами женского И именно поэтому из-за этого их грамматического свойства в существительных первосклонениях возник очень компактный класс слов, обозначающих людей. Слова эти заканчиваются тоже на а-я, и эти слова могут, как говорят, могут согласовываться и с прилагательным по мужскому роду, и с прилагательным по женскому роду. То есть это слова как бы и мужского, и женского рода, их принято называть словами общего рода. Такие слова, как сирота, староста, умница, жадина, обжора, забияка, ябеда, их есть некоторое количество. В нынешнем таком социолингвистическом, я бы сказала, процессе повышенного внимания к обозначению лиц женского пола, Конечно, такие слова на а-я, то есть слова первосклонения, имеют большой потенциал к тому, чтобы этот класс слов общего рода расширять и становиться словами, обозначающими и мужской пол, и женский. Забавно, что не все слова всегда так себя вели, вот если мы возьмем слово воевода, оно вроде бы тоже первосклонение заканчивается на а, и если женщина воевода, нам ничто не мешает сказать про нее, она отважная воевода нашего войска или отряда, или еще чего-нибудь. Но тем не менее в словарях современных по сей пору это слово зафиксировано только как слово мужского рода. И такая же судьба была до недавнего времени у слов судья, например, глава, там чего-нибудь. Это были слова мужского рода. Как только женщины активно вошли в эти типы деятельности, ну судей у нас, как известно, женщин гораздо больше, чем мужчин, эти слова легко стали употребляться с прилагательными женского рода. У них нет никаких грамматических препятствий для того, чтобы такой судьбой ужить. И они постепенно тоже становятся, видимо, словами общего рода. Словам с другими грамматическими признаками повезло меньше. Здесь самым ярким примером может быть слово врач. Опять же, женщин врачей гораздо больше, чем мужчин. Увы, это так. Но слово врач – это слово второго склонения. И грамматика русского языка не позволяет этому слову легко сочетаться с прилагательным женского рода. Уже в грамматике, в академической грамматике 1980 года зафиксировано употребление «врач пришла» с глаголом «прошедшим времени по женскому роду» как разговорное. То есть такие контексты, такие употребления возникают довольно часто. Это формально вроде бы нарушение русской грамматики, но это такая конструкция, отражение реальной ситуации, отражение тенденции, к чему идет язык, как он хочет выразить именно гендерную принадлежность того человека, о котором идет речь. И таких конструкций с существительными второго склонения возникает все больше и больше. Сложно сказать, что они остаются разговорными, все-таки они проникают практически уже в официальную речь. То, что в публицистической речи они очень часто, это мы видим, но и в официальной речи они встречаются. Мы не скажем про профессора женщину, профессор Иванова, допустим, рассказал. Это дико звучит. Конечно, рассказала, объяснила, показала, исследовала, даже если у нас подлежащие в такой конструкции – это существительные мужского рода. Когда мы говорим о лице женщине, то есть о человеке женщине, то мы употребляем глаголы в прошедшем времени в женском роде, прилагательные в женском роде. И, в общем-то, это не вызывает, насколько я знаю, отторжение у носителя языка. Слово «врач» в этом смысле тоже обросло некоторым таким семантическим ореолом, потому что и название специализации врачей, типа «она хорошая хирург», можно услышать, или «она хороший хирург», тоже нормально, «наша хирург сказала» или «велела», «наша окулист сказала». В разговорной речи такие конструкции очень и очень частые. То есть здесь язык нам дает ограниченность своими грамматическими свойствами, но дает максимальную возможность выразить то, что мы хотим. Если мы перейдем к словообразованию, очень развитому в русском языке, то мы увидим, что для создания слов, обозначающих женщин, ну, профессии женщины, например, у нас довольно много средств. Русские грамматики насчитывают более 10 суффиксов, которые сделаны ровно для этого. Самые частые из них – это суффикс «ш», «ша», «блогер», «блогерша», например, суффикс «их», «врач», «врачиха», суффикс «ка», про который подробно поговорим, программист, программистка, суффикс «щиц», «дальнобойщик», «дальнобойщица», суффикс «ниц», «руководитель», «руководительница». Кажется, что вот это все разнообразие словообразовательных средств, которые мы имеем, стало нашим арсеналом в борьбе за идею феминизма и яркую роль женщины в современном мире совсем недавно. Кажется, что феминитивов, ну, во всяком случае, вот так вот, как сегодня, как сейчас, раньше не было. На самом деле это миф и иллюзия. Дело в том, что исторический процесс был устроен ровно наоборот. Было время, когда системой, правилам, скорее было обозначение женщины, чем не обозначение ее. А вот такие вот современные образования типа блогерша или режиссерка, которые кажутся нам изобретениями 21 века, встречались еще, например, в 18-м. Вы можете посмотреть, например, и вот Малерша, это художница Академии наук, да, на зарплате в 18-м веке. Или из сочинения тоже 18-го века, 1792 года, велел позвать доктор Шу, директор Ша этой труппы. Употреблялся вот этот суффикс Ша и помогал образовывать то, что мы сейчас называем феминитивы, то есть название женщин, которые занимаются некоторой деятельностью. Причем, обратите внимание, что в приведенном примере доктор Ша имеется в виду. Именно женщина-врач, доктор, а не жена доктора, как позже такое значение, это слово приобрело генеральша, да, жена генерала, докторша, жена доктора, и профессорша, это была жена профессора. Вот это вот значение суффикса Ша служит аргументом в дискуссиях к неупотреблению суффикса Ша для образования феминитивов, потому что возникает вот такая путаница, кто имеется в виду человек с профессией или жена человека с той же профессией. Суффикс Ша для образования феминитивов мало того, что вызывает вот такую вот амонимию, он еще многим эстетически, я бы сказала, неприятен, он кажется некрасивым, про это тоже говорят, и, видимо, из-за этого с ним начинает конкурировать суффикс Ка. Мы можем образовать феминитив блогерша, мы можем образовать феминитив режиссерша, мы можем образовать феминитив авторша. Почему тогда вдруг стали возникать блогерка, авторка и режиссерка? Почему началась такая экспансия суффикса Ка? Ну, видимо, вот по этим причинам эстетическим и таким историческим. Неприятен суффикс Ша, вот не хочется, чтобы был он. Кажется, что есть стилистическая разница и кажется, что не возникает стилистически нейтральной пары. Вот доктор и докторша, докторша как-то не так звучит и грубовато, может быть, ну или пренебрежительно, или еще как-то. А доктор, докторка, кажется, что может быть хорошо. Но при этом вот такие вот слова типа авторка или режиссерка вдруг вызывают резкое неприятие в обществе. Собственно, с них примерно и началась эта массовая общественная дискуссия. Зачем нам нужны эти слова? Мы их не хотим, они нам неприятны, надо их запретить. Пусть так никто не говорит, портят русский язык и так далее, и так далее. Интересно, что этот процесс вызван не только социальными причинами, скажем так. Дело в том, что образование слов типа авторка, блогерка и режиссерка, как это не удивительно, немножко конфликтует с системой словообразования в русском языке. Мы можем посмотреть, что с суффиксом ш, ша, в русском языке легко образуются слова от основ, от слов мужского рода с безударной финалью, так называемой, с безударным ор-ер. Доктор, да, ор безударная, докторша. Директор, директорша. Патчмейстер, патчмейстерша. Автор, авторша. Лектор, лекторша. И так далее, и так далее. Они могут быть более частотные, могут быть более оказиональный тип архитекторша или скульпторша, которые в нейтрально, стилистически употреблялись еще довольно недавно. Экзаменаторша. Пожалуйста, русский язык нам дает все возможности. Но от слов сударным, сударным уже ор-ер, то есть сударной финалью, у нас образуются слова с суффиксом ка. Например, дирижер, дирижерка, это слово есть еще у Владимира Ивановича Даля. Фантазер, фантазерка, но при этом майор, майорша в значении жена или офицер, офицерша в значении жена-офицера. Но в Первую мировую войну это значение уже стало не единственным. То есть эти слова стали обозначать и женщин-офицеров. Кассир, кассирша, партнер, партнерша. И что же мы видим? Мы видим, что по этому правилу, то есть внутри этой системы русского языка, с безударным ор-ер, типа доктор или режиссер, мы должны образовывать феминитивы. Ну так сложилось уже исторически. Только с суффиксом ша. Или есть у нас единственное слово мастерица, от мастер. Но оно очень и очень старое. И возникает некоторый конфликт, так сказать, нарушение привычного правила. У нас есть слова типа революционерка, программистка, пионерка. Но это слова с ударной финалью. Пионер, пионерка. А вот если доктор, если бы он был доктор, тогда докторка. А поскольку он доктор, то должна быть докторша. И вот автор, тогда авторша. Авторка не очень органична для русского языка. Естественно, как мы говорим, наивный носитель русского языка, то есть ни специалист, ни филолог правила этих не знает. Этой логики не видит. Но у него есть интуиция языковая. У него есть интуитивное понимание, как должно быть устроено в языке. Поэтому то, что языку неорганично, то, к чему он не привык, вызывает у него некоторое отторжение. Но еще плюс к этому суффикс ка, стилистический, нейтральный, со всех сторон хороший, удобный, красивый, может в этой роли не очень быть приятен, потому что он вызывает ту самую амонимию, которая обычно должна сбегать язык. Что имеется в виду? Не нравится феминитив партнерша, мы образуем феминитив партнерка. Но при этом есть группы людей, которые до слова партнерка сокращают словосочетание партнерское предложение. Есть такое слово, они его используют. Возникает амонимия, то есть два разных значения у одного и того же слова. Учитывая еще параллельный процесс, который идет в языке, возникновение все новых и новых слов такого типа со суффиксом ка, молочка, приказка, всеми любимые моими коллегами, это продукция, которая на кассе продается, какая-нибудь заброшка, еще что-нибудь, то получается, что новые феминитивы начинают конкурировать с другими словами, которые тоже возникают в разговорном языке. Ну и что уж говорить про обозначение национальности типа финка-болгарка или чешка. У нас есть другие слова, то есть те же самые слова, но с другим значением, которые мы не хотим путать. И это мы с вами поговорили про проблемы словообразования. Что у нас есть еще? Еще у нас есть проблема стилистическая. Феминитивы, которых в языке много и которых мы не замечаем, стилистически нейтральны. Они существуют в языке вполне легитимно, им там хорошо, у нас нет никаких вопросов к их употреблению. Мы употребляем стилистически абсолютно одинаковые слова актера, слово актриса, слово певец, слово певица, спортсмен, спортсменка, фигурист, фигуристка, все замечательно. Есть слова стилистически сниженные. Они образуются в разговорном языке, но мы их тоже употребляем, особенно дети наши. Ну, например, слово математичка для обозначения учителя математики. Да, феминитив. Но назвать его стилистически нейтральным мы уже не можем. Есть слова эстетически неприятные, которые кажутся нам грубым по отношению к женщине-носителю профессии. Например, слово врачиха. Вот такое, да, оно немножко коробит. Есть разговорные слова типа парикмахерша. И это слова или повариха. И это слова неравные слову-источнику, неравные слову, которое обозначает человека мужского пола. Когда мы произносим слово повар, у нас один образ возникает в голове. Когда мы произносим слово повариха, образ возникает другой. И он вполне конкретный. Да, вот это вот колпак, половник, школьная столовка или еще что-нибудь. Нам тяжело представить себе коммуникативную ситуацию, в которой мы скажем, что эта повариха, она стала поварихой ресторана Мишлен, например. Да, у нас возникает коммуникативный конфликт внутри, когнитивный даже конфликт. Потому что одна картинка никак не сочетается с другой картинкой. Потому что у слова есть стилистический образ. То есть не все феминитивы одинаково хороши и нейтральны. Что же нам с этим делать? Ну, надо принять заданность, за реальность, реальную ситуацию и жить с ней. Интересно, что особенно судьба вроде бы стилистически нейтральных слов, к которым мы привыкли, но при этом тоже не симметричных своему исходному мужского рода источнику. Таково, например, слово учительница. Вот оно со всех сторон хорошо. Первая учительница моя. Дети называют, особенно в начальной школе, свою учительницу учительницей. Стилистический, вроде бы нейтральный феминитив. Ничто нас не коробит, не царапает. Все изумительно хорошо. Но как только мы переходим в официально-деловую сферу, как только мы на каком-то более-менее официальном уровне начинаем говорить про профессию, слово учительница исчезает из нашего лексикона. Мы говорим только про учителя. На сцене какой-нибудь, не знаю, зала Российской Академии Образования, например, могут стоять только женщины, учителя. Но при этом их будут награждать званием учитель года, а не учительница года. То же самое со словом руководительница. Вроде бы все хорошо, но она при этом будет надежный руководитель, хороший руководитель, главный наш руководитель и так далее. И в этом тоже есть проблема. Интересно, что вот эта существующая в современном русском языке асимметрия мужских и женских наименований профессий исторически не заложена, так сказать, в язык. Она возникла постепенно в процессе эволюции языка. А если мы углубимся на несколько веков назад, то мы увидим, что названия для деятельности мужчин и женщин образовывались параллельно от некоторых глаголов одинаково. То есть не как сейчас происходит, что у нас есть слово мужского рода, и от него мы образуем феминитив. А вот есть какое-то занятие, от него образуется слово деятеля мужского пола и слово деятеля женского пола. Так, например, образованы от глагола «жать» слова «жнец» и «жница», «ткач» и «ткаха», как раньше было это предшественник нынешнему знакомому нам, «ткачиха», которая уже образована от мужского рода, «сват» и «сваха», «отсватать» и так далее. Слово существовало, например, в XVIII веке, слово «новичка», как сейчас католичка и католик, вот был «новичок» или «новик» и «новичка». Были такие пары, но они утеряны в современном языке. У Лескова встречаем пример «вот я тебе одна седачка готовая». Это феминитив к слову «седок» или исчезнувшая с приходом советской власти и массовой экспансии, так сказать, слова «товарищ» в качестве обращения. У нас исчезло слово «товарка», и мало кто его знает. А это ровно пара для слова «товарищ». Люди, мужчины назывались товарищи, женщины назывались товарки. И на этом примере мы можем примерно сконструировать процесс, который происходил с феминитивами. Видимо, по слову «товарищ судя», видимо, с приходом советской власти, с усилением эмансипации, как раз женщины пытались и занимали успешно мужские роли в профессии, в жизни, в обществе, но при этом они стремились называться мужским именем. То есть получается, что мы утеряли эту симметрию, которая у нас была, и вот это засилие патриархальное, как нам кажется, засилие слов мужского рода, это не заложенная исторически в язык идея, она приобретена. То есть это в течение некоторого исторического процесса так случилось, именно потому, и в том числе, вернее, потому, что женщины влились, так сказать, в эту жизнь и в общественную, в профессиональную, в разных областях и стали равны мужчинам в этой деятельности и стали поэтому называться тем же самым словом. Многому нужно примеров привести, вот вы можете видеть их на экране, авиаторша и конструкторша, обратите внимание, лекторша, обратите внимание, что в те годы, о которых идет речь, это конец 19-го, начало 20-го века, эти слова не имели никакой стилистической дополнительной окраски, они употреблялись вполне нейтрально и были нормальными. Сейчас мы легко образуем феминитивы там, где нужно, вот такая народная феминитивизация языка происходит, там руферша, анимешница, ролевичка, геймерша, админша, от админ, да, от новых слов, новостница, журналистка, которая работает в новостях. И вот чудесный пример из обсуждения роли и доли мужчин и женщин, доли не в смысле, гурькой, а в смысле соотношения, а мужчин и женщин в Государственной Думе. И тут образовали слово политичка от слова политик, по регулярным правилам русского языка, все замечательно образуется, если есть такая потребность, язык нам дает такие возможности. И тут мы переходим к самому главному вопросу. Кто прав? Радикальные феминистки, которые настаивают на том, что феминитивы должны быть всегда, везде и обязательно, либо другой край, так сказать, другой полюс этой шкалы, пуристы, которые говорят запретить и не пущать никаких новых слов, обойдемся тем, что есть. Еще раз вспомним про то, что феминитивам очень-очень много, даже не лет, а веков в русском языке. Они образуются регулярно по правилам русского языка, и в языке большое количество словообразовательных возможностей, чтобы эту потребность удовлетворить. Феминитивы не всегда симметричны, то есть не всегда пары, источник мужского рода, феминитив, обозначающий женщину, не всегда симметричны, они могут отличаться стилистически, грамматически, у них есть некоторые особенности. Все-таки главная идея состоит в том, что мы не можем влиять на язык. Представьте себе, что мы заставим всех носителей языка употреблять феминитивы. Что получится? Представьте себе, что вы приходите, например, в ресторан, вам очень понравилось блюдо от шефа, вы в восторге и просите передать автору этого блюда через официанта, просите передать вашу благодарность и восторг. Но если вас обяжут жить вот в этой бинарной системе, то есть словом мужского рода вы обозначаете только мужчин, а словом женского рода вы обозначаете только женщин, то вам придется встать, пройти на кухню или узнать у администратора мужчина или женщина этот шеф-повар, и потом уже сформулировать свою благодарность. Поблагодарите повара или поблагодарите, например, поварку. Ну, конечно, это неудобно, как минимум, да, и выглядит абсурдно. И именно по этой причине в первую очередь, как мне кажется, феминитивы не очень легко входят в нашу жизнь, вот такие искусственные, потому что есть много областей, много профессий, где пол исполнителя, пол деятеля внутри этой профессии не важен. В областях, где пол исполнителя важен, феминитивы возникают очень легко, моментально и незаметно. Вот у нас появился женский футбол, не так давно, кстати. Появились футболистки, появился женский хоккей, появились хоккеистки, фигуристы, фигуристки, вообще вот спортсмены, пожалуйста, абсолютные пары там, где это нужно. Шахматист, шахматистка тоже никакой трудности не вызывает. Певец, певица просто существует параллельно. Актер, актриса то же самое, потому что мы видим на экране с кейли, там на сцене театра, с кем мы имеем дело. А в областях каких-нибудь типа летчик, авиатор, ну, не всегда это важно. Если мы специально хотим это выделить, язык дает нам для этого возможности. Но обязывать делать это всегда немножко странновато, потому что это неестественная и бытовая ситуация, и лингвистическая. поэтому я думаю, что феминитивы, конечно, будут жить, их и так много, их будет становиться еще больше, но употребляться они будут в очень специальных ситуациях, во всяком случае, новые, искусственные. и через некоторое время, я думаю, такая бурная дискуссия утихнет, мы привыкнем к тому, что это существует, и научимся как-то с этим взаимодействовать. А если вы хотите узнать про феминитивы, много интересного, подробно, про историю отдельных слов, про процессы, которые происходят в языке, я вам настоятельно рекомендую интереснейшую книгу Ирины Фуфаевой, которая называется «Как называются женщины?» Феминитивы. История, устройство, конкуренция. Дорогие друзья, мы закончили очередную программу цикла «Золотые лекции». Поговорили сегодня с вами про феминитивы. Спасибо вам огромное за внимание. С вами была Мария Равинская. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова